Культфьюжн 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 Лео летал на качели. Он с детства приучал, чтобы я с ним рядом сидела, и он это разрешал. Джойко ходил по канату, по буму, хируэты делал, всевозможные трюки. Рокодил Нильский работает у нас с открытой пастью на манеже и удивляет народу. Тверичане гости города смогут отправиться в космическое путешествие уже в предстоящие выходные мероприятия без возрастных ограничений. А сейчас арт-директор киноконцертного зала «Панорама» Светлана Шепет расскажет о предстоящих премьерах на сцене ККЗ. Добрый день, дорогие друзья. Я хочу рассказать вам о следующих наших проектах нашей музыкальной осени в киноконцертном зале «Панорама». Вот уже совсем скоро, 8 ноября, нам с вами предстоит встреча с одним из самых известных камерных оркестров мира. Это Московский камерный оркестр «Московская камерата». В прошлом году наши зрители уже имели возможность слышать этот оркестр, и были только в положительные впечатления. И вот в этом году, 8 ноября, снова на сцене киноконцертного зала «Панорама» камерный оркестр «Московская камерата». И солисты-вокалисты филармонического отделения «Москонцерта». Программа называется «Кругосветное путешествие», и мы с вами отправимся в кругосветное путешествие с оркестром, где нам предоставится замечательная возможность услышать произведения композиторов разных стран и континентов, окунуться и на север, и на юг нашего земного шара. Билеты еще есть в продаже. Информацию можно уточнить по телефону 300 033, либо на сайте panorama.defist.ru. До встречи в киноконцертном зале «Панорама». А уже на следующий день, 9 ноября, мы приглашаем людей совсем другого вкуса и других музыкальных предпочтений. На нашей сцене будет Алена Свиридова со своим коллективом. Концерт акустический, безусловно, достоин внимания. Алена Свиридова – это популярная артистка, песни которой давно любимы миллионами слушателей. Ее репертуар включает в себя множество настоящих хитов, и эта певица уже давно не нуждается в представлении. Наша героиня не раз получала премию «Золотой граммофон», пробовала себя в новом амплуа, представ перед зрителями в качестве ведущей реалити-шоу «Гарем», которое было очень популярно. Алена Свиридова – российская певица, автор песен, композитор, актриса, телеведущая, член Союза писателей Российской Федерации, заслуженная артистка Российской Федерации, одна из самых стильных звезд отечественного шоу-бизнеса. Она была и есть популярная певица. Ее песни давно любимы миллионами слушателей. Кажется, уже нечем удивить поклонников, а нет. Свиридова становится одной из самых ярких участниц популярного телевизионного шоу «Три аккорда». Алена Свиридова просто всех очаровала. И вновь лучшие хиты и стопроцентные шлягеры. И в этом нам предстоит убедиться 9 ноября в 18 часов в киноконцертном зале «Панорама». Билеты еще есть в продаже. Информация по телефону 300-033 и на сайте panoramadefestvir.ru Наша музыкальная осень продолжается, и теперь она продолжается вместе с Олегом Газмановым, с его замечательной программой и туром по всей стране «Жить так жить» 50 лет на сцене. И 11 ноября мы ждем вас в киноконцертном зале «Панорама» на встречу с Олегом Газмановым и его шикарным, замечательным и неунывающим коллективом. Олег Газманов – поэт, певец, композитор, народный и заслуженный артист России, кавалер орденов за заслуги перед Отечеством, четвертой степени и ордена почета, многократный обладатель российских музыкальных премий, лауреат фестивалей и конкурсов, самых престижных как в России, так и в Европе. Многие песни Олега Газманова стали народными, их знают и поют несколько поколений. Репертуар поражает своим тематическим разнообразием. От лирики до веселых танцевальных песен, до глубоко патриотических, гражданственных произведений. При этом поэтическим образом и артистическому дару большое количество его песен получили долгую жизнь и стали поистине всенародно любимыми. «Эскадрон», «Офицеры», «Есаул», «Москва», «Мама», «Сделан в СССР», «Мой храм», «Единственное», «Мои ясные дни», «Морячка», «Свежий ветер» и многие-многие другие. Невероятная энергетика на концертах Олега Газманова настолько сильна, что с первой песни в зале возникает неповторимая атмосфера. А его общение со зрителями дарит массу позитивных и незабываемых эмоций. Каждый концерт не похож на остальные. Зрителям не придется скучать, так как в голове Олега эскадрон его новых идей и мыслей шальных. Итак, музыкальная осень в киноконцертном зале «Панорама» в самом разгаре. Мы ждем любителей разных стилей и жанров. Информацию о наших проектах можно узнать по телефону 300-033 на сайте panorama.defis.ru А мне хочется напомнить известные всем слова Джона Леннона, что время, проведенное с удовольствием, не потрачено напрасно. И от себя добавить в киноконцертном зале «Панорама». До новых встреч! Сейчас я расскажу о новинках в мире кино на этой неделе. Наша специальная рубрика. Смотрите прямо сейчас. Фильм в жанре фэнтези является продолжением картины 2014 года «Малефицента». Также лента сохранила свой звездный состав. Прошло уже несколько лет с тех пор, как «Малефицента» заколдовала юную принцессу Аврору, наложив на нее злые чары. Однако темная фея сама смогла отменить свое колдовство, после чего они сильно сблизились с девушкой. Теперь ей предстоит стать настоящей королевой, хотя народ сомневается в ее способностях и возможностях, что сильно ранит белокурую героиню. Любовь – это источник нескончаемых бед. Поверь мне, наша будет другой. А в это же самое время в волшебный лес проникает настоящее зло. Оно не щадит никого на своем пути и намерено уничтожить лес полностью вместе с его диковинными обитателями. Когда ситуация вышла из-под контроля, «Малефицента» предлагает девушке снова объединиться в борьбе с коварным врагом. Вместе им предстоит противостоять натиску сильного противника, иначе природа и все жители топких болот погибнут. А следом та же участь ожидает и жителей королевства. Так, так. Осторожность лишней не бывает. Грёстная! Ты не такая, я знаю. Ты совершенно не знаешь меня. Смогут ли героини снова пройти очередное испытание? Или тёмная фея, переродившаяся и полюбив девочку искренней любовью, теперь слишком уязвима для нечистой силы? Ответы на эти вопросы узнаете, посмотрев картину, которая с 17 сентября стартовала в прокате на большом экране в киноконцертном зале «Панорама» на Смоленском, 29. Заказы и бронирование билетов на сеанс по телефону 300 033 или на сайте panoramadefistver.ru. Возрастное ограничение картины 6+. На этом наш выпуск подошёл к концу. Увидимся в следующей программе. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»